Реформы Касымжимар-Тукаева все больше привлекают внимание мировых СМИ. Десятки изданий за последнее время опубликовали целые статьи, где оценили инициативы казахстанского лидера. Зарубежные аналитики считают, что все эти идеи не только укрепляют позиции Казахстана на мировой арене, но и создают благоприятные условия внутри страны. Самые яркие цитаты из публикации в материале Анары Сюмбаевой. Основное внимание публикации было приковано к реформам президента. В частности, нередко упоминалось, что послание Касымжимар-Тукаева было не банальным, а представляло собой конкретный набор инициатив и задач. К примеру, издание «Геополитика» подчеркнуло в своей статье, что видение президента представляется не только перспективным, но и осуществимым. Все дело в отказе от утопических долгосрочных целей и переходе к прагматизму. Намерение сформировать мощную промышленную базу, ориентированную на самообеспечение, что в условиях глобальной экономической неопределенности является разумным шагом. Более того, необходимость диверсификации экономики, особенно в области глубокой переработки металлов, нефти, газа и урана, вероятно, окажется решающим фактором в обеспечении экономического будущего Казахстана. Другие издания отметили, что Казахстан проходит те реформы, которые находят отклик не только внутри страны, но и за рубежом, поскольку они направлены на экономический рост и приличение иностранных инвестиций. Конечно же, с оглядкой на геополитическую ситуацию, говорится в статье «Казахстан налаживает новые связи с миром». Расширение трансконтинентальных торговых маршрутов не должно быть истолковано как начало новой большой игры в геополитическом соперничестве. Как подчеркнул в своем послании президент Токаев, ключ к раскрытию нашего транспортного потенциала лежит в поддержании конструктивных и дружественных отношений со всеми соседними странами, включая как Россию, так и Китай. Особый отклик получила статья в Jerusalem Post о роли религиозных лидеров в установлении мира. Авторы отметили тот факт, что Казахстан уже несколько раз успешно выполнял роль миротворца, например, в рамках астанинского процесса. Сейчас военные действия в стране практически прекратились, но разнолазия еще остаются. И тут духовные лидеры вполне могли бы внести вклад в оздоровление сирийского общества, используя силу религии, считают авторы. Человеческая природа противоречива, провокации и ненависть будут существовать всегда. Недавние акции по сажению священного Курана в ряде стран Северной Европы являются негативной тенденцией, подрывающей культуру толерантности, взаимоуважения и мирного сосуществования. В этой связи крайне важна целенаправленная работа религиозных лидеров по предотвращению подобных ситуаций и тенденций. Реформирование ООН, роль средних держав в процессе принятия глобальных решений и заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Центральной Азией. Последний момент для иностранных экспертов, похоже, представляет особый интерес. И позиция Касмжумарда Тукаева в отношении некоторых вопросов только импонирует им, пишет британская World Politics Review. Это особенно актуально для Казахстана, крупнейшей страны Центральной Азии. Несмотря на обширные экономические и торговые отношения соседней России, Казахстан отказался поддержать вторжение Москвы в Украину. Напротив, президент Казахстана Касмжумар Тукаев несколько раз публично выражал позицию своей страны по поводу войны, повторяя, что хотя Казахстан поддерживает позитивные отношения с Россией, он не будет обходить западные санкции. Эта позиция согласуется с обязательствами Казахстана перед ООН. Интерес иностранных публикаций казахстанским реформам вполне объясним, поскольку последствия этих масштабных преобразований могут отразиться не только на Казахстане, но и далеко за его пределами, считают эксперты. Особенно это актуально для стратегических партнеров, одними из которых являются Соединенные Штаты. И участие Касмжумара Тукаева в саммите S5 Plus One этому подтверждение, подчеркнул в эксклюзивном интервью нашему телеканалу представитель госсекретаря США. Я в госдепартаменте, работаю в Вашингтоне, и отвечаю за американские отношения с Центральной Азией в целом, и с Казахстаном в том числе. И я слежу за реформами, и мы поддерживаем цели реформ, которые проводятся и политические, и экономические. Направления, по-моему, очень хорошие. Главное, чтобы они воплотились в жизнь, и это, по-моему, постепенно происходит. Есть еще работа, которая предстоит, и у нас очень хороший диалог с правительством. У нас как раз через пару недель будет совместная стратегическая консультация между нашими правительствами. Отечественные эксперты также заявляют, что такая огласка в мировых СМИ говорит о высоком интересе к Казахстану, как к партнеру, с которым нужно развивать сотрудничество. Публикации, которые появлялись от зарубежных экспертов по итогам визита президента в США, это все, конечно же, вызвано еще и реформами, которые проводит Казахстан, политические реформы. Это достаточно уникально для нашей страны, и, конечно же, это представляет большой интерес. То есть многие страны, они, конечно, хотят развивать сотрудничество с Казахстаном, и Казахстан для них привлекательен с точки зрения развития транспортного потенциала, с точки зрения развития торговли. У нас есть много залежей полезных ископаемых, ресурсов, которые мы также можем предложить для наших западных партнеров. Также иностранные СМИ заинтриговали нововведения в сфере стимулирования малого и среднего бизнеса, зеленой экономики, реформы в области налогообложения и оплаты труда. Словом, все, что может заинтересовать зарубежные компании. При этом во всех публикациях красной нити проходит один месседж. Все последствия этих масштабных реформ в случаях успеха вряд ли останутся в пределах Казахстана.